Шалом, друзья! 11 июля. Я хотел предложить коротенькие разборы по пророку Исаии. Вообще-то, лето я хотел сделать такой хофиш, овсака, остановиться от всех каких-то проектов. Подумал, так будет лучше. Но как написано в священных писаниях, все мне позволено, но не все мне полезно. Я подумал, просто не могу удерживать себя. И тут как раз пришло письмо с вопросом. Один друг из-за границы спрашивает, скажи, как в Израиле понимают вопрос, кто есть раб Господень. Особенно в Исаии в 53 главе. Я начал ему объяснять, и потом подумал, что на самом деле в этом плане у многих есть целый ряд вопросов. И подумал, давайте-ка сделаем маленький разбор. Разбор по пророку Исаии, не по всему пророку Исаии. Вы знаете, у пророка Исаии есть как бы три части логические. По всей видимости, это произошло, потому что проходили перемены возраста. Взрослел человек с именем Исаия. И вначале от такого ярого ревнителя становился более верующим утешителем, а потом вообще таким эсхатологическим ободрителем. И вот я хочу говорить о средней части пророчества Исаии, примерно с 40 по конец 53 главы Исаии. Вот этим мы займемся. И будем это делать немножко так легко. Желательно, чтобы мы могли понимать эти тексты с использованием для сегодняшнего дня, а не только что что-то там такое древнее, старое было. Итак, пусть Господь поможет нам. Давайте мы вместе почитаем. И я хочу сразу сказать, что есть такие варианты, что когда ты читаешь одно и то же слово, оно и может иметь самые разные значения. Как одно значение могут иметь разные слова в священных писаниях. И все это значительно зависит от контекста, в котором мы читаем эти слова. В начале, то есть мы будем говорить о том, кто есть раб Господень, может быть не в Исаии 40 главе, а дальше. Но вообще концепт раб Господень, чтобы понять, из чего состоит это слово на иврите, это на иврите Эвет, О Эвет Адонай. И в современном иврите есть такое слово работа, вода. Оно происходит от этого как раз слова Эвет, которое переводят как раб. Но это на современный иврит, в древнем иврите все было немножко иначе. И слово работать, это было совершать мелаха. И даже есть такая заповедь, шаббат не делай малаха, не работу, не авода, а малаха. А лавод, оно всегда больше в библейском иврите принадлежит к таким понятиям, как принадлежность и поклонение. И вот даже когда мы читаем в Откровении Иоанна, момент, где святые люди поклоняются Богу и Агнцу, там написано «Авдует Элухим, Веет Се». То есть «авду» это значит работать в поклонении или принадлежность. Но давайте мы пройдемся по Исаии 40 главе. И периодически я буду возвращаться к этим разборам, записывать новые серии и выкладывать их в интернет. Я начинаю 40 глава Исаии с первого стиха. Ну как я сказал, что-то произошло в сердце человека Исаии, который до 40 главы был такой. «Горе тебе Тиры, горе тебе Ливан, горе тебе Сирия, горе тебе Вавилон». И вдруг у него начинается «Утешайте». «Утешайте, утешайте, народ мой, — говорит Бог ваш, — говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». И вот здесь мы как бы встречаемся с таким крайне интересным концептом, что за грехи можно заплатить страданием. И вот здесь как бы приводится в пример, что Иерусалим страдал, и он страдал за свои грехи. Ну мы понимаем и позднее увидим, что даже за грехи других можно страдать, но обычно страдать за грехи других может кто-то крайне святой, берущий на себя вину. Но вот здесь мы видим, что приходит какой-то период, когда на Божьих весах праведности, в которые включена схема мера за меру. Мы неоднократно разбирали это на разных уроках и занятиях. Мера за меру — это суть, которая содержит этот мир. Тора, она по сути имеет этот принцип. Все взвешено. Мера добра компенсируется другой мерой добра. Зло, производимое в мире, оно наказывается другим злом. Ну и вот здесь мы вот видим, Иерусалим заплатил за грехи свои. Но читаем дальше. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий долг да наполнится, и всякая гора, и холм да понизятся. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия. Ибо уста Господни изритли это. Голос говорит, возвещай. И сказал, что мне возвещать? То есть задают вопрос, о чем говорить? И гол ему есть мудрость. Всякая плоть трава, и вся красота ее, как цветок полевой, засыхает трава, увядает свет, когда дунет на него дыхание Господа. Так и народ трава, трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего прибудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествуйся он, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам иудинам, вот Бог ваш. Ну здесь на самом деле целое такое пророческое заявление, и оно говорит о нескольких аспектах. Во-первых, оно говорит о том времени, когда Исаия пророчествует, когда дела у Израиля не очень хороши, и народ тонет в грехах. И он говорит, вот голос, мой голос, голос других пророков, это по сути голос от Господа, который поднимается, чтобы обличить. И мы знаем, что без того, чтобы голоса говорили, то невозможно услышать обличение. Также мы знаем, что без действия Духа голос говорящий ничего не дает. И мы видим многократные времена, когда общины, церкви, синагоги молятся, говорят, это правильно, это неправильно. Но ощущение, что мы играем в пинг-понг, и мячик отскакивает, как ничего. Есть другие времена, когда Господь вкладывает какие-то истины даже в неверующих людей, как это ни странно. И когда они поднимают голос правды, вдруг он начинает резонировать. Когда такие времена наступают, мы не всегда знаем. Именно поэтому Писание говорит постоянно, возвещай, но делай это мудро, делай это правильно. Другой контекст этого же самого стиха, он относится уже к временам не Исаии, но временам, которые чуть-чуть предшествовали приходу Иешуа. И это времена, когда Иоанн Погружающий или в синодальном переводе Иоанн Креститель учит. И про него написано, что он глаз, говорящий в пустыне. И на самом деле в среде верующих иногда очень мало ударения дается Иоанну. Иоанн был в свое время великий человек. Только подумайте, что примерно 30 лет ему было, но сила его голоса звучала настолько мощно, пускай и в пустыне, пускай и приходили незначительные группы людей, но его слышали. Разные сословия мы читаем. И священники, и фарисеи приходили, и солдаты, и простые люди приходили. Люди ученые. Принять очищение. То есть он в его учении, молодой человек относительно, имел массу последователей. И до такой степени, что даже Ирод искал увидеть его и знал его голос. То есть сравните сегодня с какими-то молодыми лидерами, особенно духовными, голос которых слышим. То есть Иоанн был большой человек, и не зря Иешуа про него говорит, что смотрите, молодой человек с ограниченным временем служения, в отличие от Исаии, который служил примерно 60 лет к ряду, он стал вдруг заметным. И поэтому Иешуа говорит, помните такое толкование, что не было пророка со времен Маше, как Иоанн, в такой мощи и в таком развитии. Ну и разумеется, вот эти слова из Исаии, из 3 главы «Глаз вопиющего пустыни» и «Голос возвещай» в 6 стихе этой 40 главы, они также относятся к нам. Но здесь мы должны для себя усвоить одну интересную штуку. Нам важно не впадать в радикализм, потому что радикализм или крайности часто разрушают авторитет тех слов, в которых мы говорим. И нам нужно просить у Бога мудрости и просить возможности, правильной ниши, где голос наш и кем может быть услышан. Тогда он произведет в людях изменения, так как и написано здесь, что изменения будут происходить. И следующий стих, 10, как бы как результат. Вот Господь Бог грядет силой и мышца его с властью. Вот награда его с ним и воздаяние его пред лицом его. «Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных». То есть здесь такая аллегорическая картина, эсхатологическая грядущего мира. Но даже сегодня она будет срабатывать для тех людей, которые услышат слова, которые благовествуют им истину. И тогда с их сердец спадает тяжесть, гнев, раздражение, разумеется грех, они приближаются к Господу. И он носит их на руках своих. Ну вот сегодня вот такой вот маленький урок. А уже после 10 стиха, после 12, после 11 стиха, прошу прощения, там где кто исчерпал воды, это как бы уже другая часть пророчества. И мы знаем, что в священных писаниях часто главы разделены не по смыслу, а по объему. Будем стараться находить здесь более-менее смысл, который в данном случае я субъективно буду разглядывать. И в соответствии с этим буду толковать дальше. А на сегодня достаточно. И я желаю каждому из вас быть открытыми перед Господом Богом, чтобы мы могли быть инструментами в Его руках. И главное, меньше судить, больше утешать и ободрять. Пусть Бог благословит всех вас.